Всем привет! И сегодня будет такая небольшая болталка на тему конкурсов на моем канале. Я надеюсь очень, что люди, которые участвуют в конкурсах на моем канале, обязательно посмотрят это видео. Дело в том, что вчера у меня на канале, то есть сутки уже прошли, даже больше суток, чуть-чуть побольше, вышло видео, в котором было разыграно два одеяла. Как я уже и говорила, и все, кто подписан на мой канал, кто участвует в конкурсах, прекрасно знают, что я всегда проговариваю, что победители связываются со мной в течение суток после того, как видео вышло у меня на канале. Сейчас очень многие просто, наверное, если кто-то стоит, вы лучше присядьте. Дело в том, что после вчерашнего розыгрыша ни одна победительница не написала мне в личку и не заявила свое желание забрать свой приз. Я пребываю в легком шоке вот от этого всего. Может быть, кто-то обидится сейчас, но давайте все-таки посмотрим правде в глаза и скажем то, что да, очень часто в конкурсах участвуют люди, которых называют призоловами. То есть это люди, которые бегают по всем каналам, по всем группам, ВКонтакте, в Одноклассниках, где угодно и участвуют во всех возможных конкурсах, каких только можно. И в большинстве случаев люди, которые устраивают эти конкурсы, они потом сами пишут победителям в личку и пишут «Привет, поздравляю, вы выиграли у меня там в группе, ВКонтакте, на Ютьюбе, в Одноклассниках». На моем канале такого нет. Есть одно главное правило после того, как я объявила победителей. Победители связываются со мной самостоятельно, ВКонтакте. И я помню, когда со мной связывались люди, которые живут вообще где-нибудь в Италии, да? Помните, Снегирика девушка выиграла. И девушка даже придумала, как этого Снегирика, чтобы ей передали, чтобы не пришлось мне нарушать закон, да, отправлять ювелирные изделия за границу. А она придумала, как мне переслать куда, в Россию, чтобы там потом передали в Украину, оттуда уже в Италию. Вот такими вот сложными путями человек получил свой приз. Тут тишина вообще. Никто, ни Бенни Мэнни Кукарек, вот по-русски говоря. Никому не нужен приз. По условиям конкурса я переразыгрываю приз. Ну, вы знаете, я сейчас пребываю в таком состоянии. Значит, предыдущая у нас девочка на пятый день только объявилась, да? Тут вот девочки не одна вообще, не одна. И сегодня я решила сделать так. Дело в том, что у меня на канале есть очень многие девочки, которые уже, как говорится, примелькались, да? Кто постоянно участвует в конкурсах, кто постоянно пишет комментарии под моими видео. Всегда пишет комментарии под моими видео. Хоть что-нибудь, но пишет. Для тех, кто не знает, для блогеров всегда очень важно, чтобы были комментарии, были лайки. Собственно, для этого и устраиваются конкурсы. Чтобы были комментарии, были лайки, были репосты и прочие-прочие няшки и вкусняшки для блогеров. Так вот, я прошу вас не расстраиваться, кто не получил одеяло, кому еще не повезло. Но лично мне надоело крутить вот эту рулетку, да, когда выскакивают люди, которые не оставили ссылку на свою страницу, у которых закрыты подписки, или закрыты их страницы, или еще что-то. Я говорю, я сейчас просто нахожусь в таком состоянии негодования. Ребят, я стараюсь, делаю, что могу. Я, конечно, не герой, но все-таки давайте учитывать, что мое состояние здоровья не самое лучшее. Вот, а в ходе последних событий, так вообще я нахожусь просто... Я потом вам расскажу всю историю, что у меня с ногой. Пожалуйста, прошу, не пишите больше, никто не спрашивайте, что у меня с ногой. Как там моя нога? Моя нога, слава богу, пока что при мне. Слава богу. Но когда она заживет, я вам обязательно расскажу, как и долго, и мучительно я ее лечила. Не хочу сейчас заводиться на эту тему. Это очень интересная, веселая история. Начиная по приезду с Турции, сразу же с обращения в приемный покой по месту прописки, скажем так. И вся остальная свистопляска. Обязательно вам расскажу всю эту историю длиной в больше, чем полгода. Так вот, отступаем от этого. Я стараюсь, да, делаю конкурсы, оживляю свой канал. Иногда через боли, слезы снимаю видео. Иногда очень даже веселые видео. Потому что я тоже хочу отвлечься от своих проблем и как-то, да, немножко развеяться. Так вот, девочки и мальчики, подведение недельного конкурса будет на этой неделе. Немножечко я вот с этими одеялами, в таком легком шоке, обязательно подведу недельный конкурс на этой неделе. Извините, что немножко задержала, но я говорила, что это будет после 11.11. И что касается одеял. У меня в Васильке заказан еще один заказ. Будут еще конкурсы, будут еще одеяла. Но, так как вчерашние одеяла не востребованы, не востребованы вообще никак, я решила не переразыгрывать их заново, а просто отдать их тем подписчикам, которым я считаю достойным получить приз на моем канале. А достойными людьми получить теплые, нежные одеяла я сегодня посчитала двух людей. Первый человек – это Анастасия Тюлюзина. Девочка, которая приезжала ко мне в больницу. Моя подписчица. Человек, который за то время, вот как раз тот момент, когда мне было хреновее всего, наверное, когда я уехала очень далеко от своего дома, чтобы лечить свою ногу, подарил мне один прекрасный, замечательный день в этой больнице, которая у черта на куличках находится. Поэтому одно из одеял получит Анастасия. Я думаю, что для нее не будет проблемой написать мне сообщение. Плюс у меня для Настеньки есть еще один маленький подарочек. Вот. Ну, это уже не суть, это уже мои личные вещи. То есть вместе с посылкой, с одеялом она получит еще маленький сюрпризик. И второй человек – это Елена Перова. Лена живет тоже в черту на куличках, на Сахалине. Леночка очень часто помогает мне присылать ссылочки. Леночка ходит, смотрит мои видео, все без разбора, старые, новые, тоже пишет комментарии. Поэтому я решила отдать второе одеяло ей. Есть еще много девочек, которым бы я тоже вот так вот взяла бы и отдала одеяло. Есть Таня, которая постоянно мне помогает. Таня получала уже очень много призов. И я думаю, что получит еще, если будет продолжать участвовать в конкурсах. А Таня активно тоже участвует в конкурсах. Есть очень много девочек, которые время от времени мне тоже помогают. И с группой, и на Ютьюбе пишут комментарии. Я все это вижу прекрасно. Поэтому сегодня я решила распорядиться с этими одеялами вот таким вот образом. Вот таким вот образом я решила их раздать. Так что, девчонки, напишите мне обязательно сообщение. Мне просто нужен ваш адрес, чтобы знать, куда отправить вам ваши теплые пушистые одеялки. Следующий конкурс будет обязательно, когда будет очередной обзор Василька. На этой неделе я еще разыграю серебро из фиолетового магазина, которые победители выберут сами. Я очень надеюсь, что это будут люди, которые действительно смотрят мой канал. И да, я ведь хотела что сказать-то, самое главное в сегодняшнем видео. Я еще раз повторяюсь. Я никогда не связываюсь с победителями. Никогда победители связываются со мной. И если вы будете участвовать дальше в конкурсах, имейте это в виду. Я больше не буду делать отдельных видео, что, внимание, участвуем в конкурсе. Вы уже поняли, что объявления конкурсов я делаю в любом из видео на своем канале. Точно так же я снимаю итоги конкурса. Они могут быть совершенно в любом видео. Неважно в каком. Вот взяла и врезала итоги конкурса. Не знаю. Колготки с Алиэкспресс, обувь с Алиэкспресс, сумки с Алиэкспресс, что-то еще с Алиэкспресс. Болталка какая-нибудь. Единственное, что, конечно, я не буду портить итогами конкурсов и объявлением конкурсов какие-то, может быть, кулинарные видео. Не буду туда вставлять. А то и так некоторые пишут. Много болтовни. Ну, наверное, уже много болтовни. Понимаете мое состояние сейчас? Я просто... Я вообще просто обалдеваю. Люди выиграли достаточно хороший приз. Дорогостоящий приз. Это все-таки не какая-нибудь там брошечка за 100 рублей, да? И тишина. Тишина! Никому приз не нужен. Ой. Ну, что тут? Вот я даже не знаю, о чем тут можно говорить. Вот такая вот веселуха, девочки и мальчики. Вот так вот. Собственно, на этом сегодня с вами прощаюсь. Что тут болтать лишнего? Сейчас опять кто-нибудь что-нибудь, гадость какую-нибудь напишет в комментарии. Ну, я считаю, что я поступаю справедливо. Если вы что-то считаете неправильно, напишите обязательно об этом в комментариях. Я обязательно выслушаю ваши претензии. А Настеньку и Лену я прошу написать мне в личку. В течение суток, девчонки, не подведите. Все. А на этом всем всего хорошего, мира и добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok